Доброго всем! Очень часто в комментариях мы читаем вопрос о том, сколько ходит гильза из металла, запрессованная в посадочное место форсунки Volkswagen T5. В этом видео мы сможем кое-что понять из этого. Итак, в ремонт к нам приехала ГБЦ Volkswagen T5 с завтуренными ранними посадочными местами под форсунку. Сперва покажем, какой проблемой поступила головка в ремонт. В головке произошел некий удар, вот место удара и его очень хорошо видно. К сожалению, причину этой беды владелец объяснить нам не смог. Беда произошла в пути за так называемой ленточкой. Ремонт в другом государстве очень дорог, а поэтому головка через третьи руки приехала к нам в ремонт. А водитель с бусом остался где-то там вдалеке от нашего цеха на ремонте. Возможно, позднее мы узнаем таки, что произошло и расскажем вам. Гильза, где произошел удар, получила повреждения и расточник координатно-расточного станка Виталий вырезал травмированную гильзу. Нашему взору открылась следующая беда. Стенка посадочного места форсунки лопнула и пошла трещина. Помимо этого, травму получила и посадочное место гидрокомпенсатора клапана. Невооруженным глазом виден какой-то там набой на стенках посадочного места толкатель. Сегмент набоя состоял порядка четверти отверстий. А вот эта линия, но это не трещина, как на первый взгляд может показаться, это линия от карандаша. Сотрём её, чтобы она не уводила нас в заблуждение. Посмотрим на соседнюю гильзу. По словам владельца авто, машина пробежала чуть более 150 тысяч километров. И как видим, гильза находится в отличном, можно так сказать, состоянии. Вот вы можете теперь и прикинуть, что почём. А мы приступим к завтуливанию посадочного места под гидрокомпенсатором. Втурить мы будем алюминиевой втулкой, а для этого расточим посадочное место компенсатора. Посмотрим отклонения, какие нас ждут в этом посадочном месте. Для этого настроим нутромер. Теперь проверим его по соседнему посадочному месту. Как видим на шкале 0. Теперь посмотрим в разбитом месте. Нутромер прыгает от 0 до 10. А в сегменте, где присутствует некий набой, нутромер убежал практически на 2 десятки. Итак, выставили шпиндель по отверстию посадочного места. Теперь нам нужно расточить отверстие, которое изначально приблизительно составляет 35 мм. На данном этапе десятки с сотками нам не важны. Гильза будет больше существующего диаметра на 2,5 мм. То есть, растачиваем посадку до 37,5 мм. Как всегда, делаем это за несколько проходов. Закренто. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... По итогу расточки делаем простенький эскиз для токаря Виталия, который вытащит нам требуемую гильзу. А пока токарь выполнит наш заказ, сварщик Андрей заварит трещину на посадочном месте форсунки. А Виталий приступит к ее расточке. Это мы уже видим итог расточки. И к этому времени подоспел наш заказ. Гильза для завтуривания. Вот она. Теперь нам требуется просверлить отверстие под масляный канал. Просверлим отверстие фрезой по координатам. Продолжение следует... Затем удаляем образовавшиеся заусенцы. Пока мы занимались этой гильзой, подоспела гильза подпосадочное место форсунки. В ней, как мы уже не раз показывали, также произвели сверловку отверстий. Слово говоря, это не первое видео, посвященное завтуриванию мест форсунки. Уже порядком мы об этом рассказывали. Кому интересно, смотрите и переходите по ссылкам, которые мы разместим в описании под этим роликом. Гильза, как видим, вышла толстенно. А все потому, что до этого посадочное место было расточено. Плюс мы в этот раз еще добавили к этой расточке свою расточку по диаметру. Стенка в этом случае составила толщину около 3 мм. Приступим к запрессовке алюминиевой гильзы в шахту толкательного. Обязательно смажем посадочное место маслом, не жалеем его. Смазываем маслом и поверхность самой гильзы. Запрессуем прямо на станке при помощи самого же станка. Выставим гильзу так, чтобы отверстия на гильзы и отверстия в головке совпали. Устанавливаем оправку и запрессовываем гильзу на свое место. Гильза медленно, но уверенно встала туда, куда ей и нужно. Отдаваясь кисть токаря, мы по внутреннему диаметру оставили под расточку 5 десятых. Это вот клиент привез новый гидрокомпенсатор. Откроем, посмотрим, померяем. Толкатели обильно смазаны маслом. И такие вот все красивые. Ну, собственно, как и все новое. Диаметр толкателя составил 35 и минус 3 сотки. В соседнем отверстии зазор по отношению к толкателю составляет 4-5 соток зазора. Посмотрим, сколько у токаря Виталия по итогу изготовления получилась припуска на расточку. Итак, 4,5 десятки припуска. Виталий выставляет резец. Делает касание и выдвигает резец примерно на 2 десятки. Делает проход. Периодически он удаляет стружку. У нас нынче она вышла в виде мочалки для драйки кастрюли сковорода. А можно пускать на продажу. Виталий, промерив размер, добавляет на резец еще 1,5 десятки и вновь проход. На чистовой проход остается 5 соток. Расточник делает промер. Ну и по итогу выводит, что нам нужно пройти 6 соток. Виталий выдвигает резец на эти самые 6 соток и приступает к чистовому сверлению. Виталий выдвигает резец на эти самые 6 соток. Делаем контрольный промер. От 35 миллиметров у нас получилось 35 и 1,5 сотки зазора. Плюс от 35 миллиметров на толкателе, как помним, 3 сотки минуса. То есть в итоге 3 сотки минуса плюс 1,5 сотки, что у нас. И зазор 4,5 сотки. То, что нам и нужно. Посмотрим еще раз, сколько этот зазор составляет на соседний посадок. 35 плюс 2 сотки. То есть зазор здесь составляет 5,4. Ну а теперь главный контрольный промер. Это непосредственная примерка толкателя в отреставрированное посадочное место. Обтираем толкатель от отдельной смазки и ставим его на свое место. В данном случае нам удобнее его поставить обратной стороной. Здесь разницы абсолютно нет никакой. Такой стороной ставить толкатель. Как видим он нормально садится в свое гнездо и изымается. Ну и это уже завтулиный колодец форсунки. Как мы это делали, мы очень подробно рассказывали в наших предыдущих видео. Поэтому здесь мы повторяться не стали. А кому интересно, как я уже говорил, ссылки на те ролики оставлю в описании. А на этом все. Оставляйте комментарии, задавайте вопросы, постараемся ответить. И без аварийных вам поездок.